И в завершении выпуска еще один сюжет про любимого многими поэты и писателя. 6 июня по всей России отмечают день рождения Александра Пушкина. На его сказках выросло не одно поколение. Поэтому Пушкинский день в Люберецком дворце культуры посвятили одному из любимых сказочных персонажей – золотой рыбке. В гостях у Люберецкого дворца культуры подопечные летних лагерей из 1-й и 6-й гимназии. Для них организовали мастер-класс по искусству оригами – складывание фигурок из бумаги. Посмотрите, надо сложить вот так, чтобы получилось неугольничать. В день рождения писателя, поэта и сказочника Александра Пушкина ребята делали золотую рыбку. Все мы верим в чудеса, у всех есть мечты. И золотая рыбка – это тот персонаж, который исполняет заветные желания. Желания у ребят самые разнообразные. Кто-то мечтает о добре во всем мире, у кого-то же грезы более прагматичные. А если бы ты встретила золотую рыбку на самом деле, что бы ты у нее попросила? Я бы попросила у нее мир на земле. Я бы загадала у щелька, у него есть ковчарка. Я бы попросила у золотой рыбки такую способность, чтобы исполнять свои желания. Помимо самого мастер-класса для детей, приготовили викторину по другим сказкам Пушкина. Ну-ка, внимание, следующий вопрос. В сказке о попе работники балдеют. Каких работников искал поп на базаре? Несмотря на то, что по мотивам сказок Александра Пушкина снято много мультфильмов, организаторы мастер-класса уверены – основатели современного русского языка нужно именно читать. Александр Томей, Мария Кузьмичева, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет, меня зовут Александра Томей, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.